Всем привет! Разбираем уравнения, которые были на реальном экзамене профильного ЕГЭ. И сегодня, наконец-то, у нас логарифмы. Видим, что у нас логарифм умножен на логарифм. Скорее всего, это будет обобщенный метод интервалов. И я бы такой страшненькая начала с ОДЗ. Ну, ОДЗ я не люблю, поэтому я просто успешу. Итак, у нас х больше нуля. 4х квадрат минус 1 больше нуля. х умножить на 4х квадрат минус 1 делить на 3 больше нуля. Что еще? А больше ничего. Так, ну тогда получается, здесь у нас так остается х больше нуля. Здесь 4х больше 1 в квадрате, да? А здесь х 4х квадрате. Ага. То есть здесь же формула с крещеным умножением. 2х минус 1, 2х плюс 1 больше нуля. Потому что домножили на 3, 3 у нас положительное число. Знак неравенства не меняется. Ну и давайте. Так, ну давайте вот здесь будет у нас 0. Второе это больше. Ага, конечно. 1 четвертая и минус 1 четвертая. 1 четвертая минус 1 четвертая. Так, и последнее сначала отдельно нарисую. Здесь у нас получается 0, 1 вторая и минус 1 вторая. Плюс, минус, плюс, минус. То есть от 1 второй до нуля и от 1 второй до плюс бесконечности. Так, получается минус 1 вторая где-то здесь до нуля. И от 1 второй до плюс бесконечности. То есть у нас итоговый экспрент лежит от 1 второй до плюс бесконечности. Так, сейчас проверю. Да. Все верно. Ну давайте думать, как это вообще можно решить. Я, конечно, уже решала, поэтому я буду подсматривать. Так, что можно сделать, что можно сделать, что можно сделать. Частное расписать как минус. Воспользоваться формулой. Когда у нас получается логарифм и x по основанию 3 умножить. Но самое главное не перепутать. То есть у нас тут умножаются не подлогарифметикой, а именно логарифмой. То есть по формуле мы здесь воспользоваться не можем. Нам придется все равно раскладывать на множители. Так, 4x квадрат минус 1 равно логарифм 3. Получается x умножить на 4x квадрат минус 1 минус логарифм 3. Тогда это у нас единица. А там мы перенесем все в одну часть и вынесем общие множители, наверное, за скобки. Так, сейчас посмотрим. Давайте все перенесем. Логарифм x по основанию 3 умножить на логарифм 3. Пока так, ставим минус логарифм 3. x 4x квадрат минус 1 минус 1. Плюс 1 равно 0. Так, ну в общем-то, да. Но проблема в том, что у нас тут 3 умножителя. А вот здесь у нас есть умножение, значит, мы можем это из умножения переделать в сумму. Вот, получается, логарифм x по основанию 3 умножить на логарифм 4x квадрат минус 1 по основанию 3 минус логарифм 4x квадрат минус 1 по основанию 3 плюс 1 равно 0. Вот. Тут уже у нас 4 слагаемых. Вот здесь мы, допустим, выносим. И вот это выносим. Давайте пробовать. Да, получается, выносим логарифм 4x квадрат минус 1 по основанию 3. Поводит логарифм x по основанию 3 минус 1. О, минус 1 выносим. Логарифм 3 в основании x минус 1 равно 0. Отлично. Все, и сейчас мы перейдем уже. 4x квадрат минус 1 минус 1 и логарифм 3х минус 1 равно 0. Произведение равно 0, когда 1 умножитель равен 0. Тогда у нас получается логарифм 3. 4x квадрат минус 1 минус 1 равно 0. И логарифм x по основанию 3 минус 1 равно 0. Тогда здесь у нас логарифм 3, 4x квадрат минус 1 равно 1. А здесь логарифм 3x равно 1. Давайте этот полегче решим. x равен 3. x равен 3. А здесь у нас 4x квадрат минус 1 равно 3. То есть 4x квадрат равно 4x квадрат равно 1. x равен плюс минус 1. Ну, с учетом ОДЗ, с учетом... Давайте вот это вот сделаем. Сносочку такую. С учетом первой сноски. x равен 1. Так, ну что, итоговый луч. На итоговом луче. Самое главное, не забывайте, знаки можно ставить только на ОДЗ. То есть у нас ОДЗ от 1, 2 и правее. Никаких знаков левее 1, 2 не может быть. Иначе сразу же 0 баллов. Так, у нас 3 и 1. Так, а знак, кстати, какой? А, стоп, подождите. Это же мне неравенство. Что нашло у меня? 3 и 1, все, да? Все. Я почему-то подумала, что это не раенство. 3 и 1, вот. Так. Пункт Б. Пункт Б, здесь отбор корней. Давайте я, как обычно, начну с рассмотрения наших логарифм 2 по основанию 5, чтобы просто настроиться. Итак, логарифм 2 по основанию 5 у нас. Это я делала для себя, чтобы просто настроиться, чтобы понять, что делать вот с этими корнями 1 и 1,5. Так, это у нас получается логарифм 5, 1,0 и логарифм 5,5. То есть, это вот между 0 и единицей. Алгарифм 5,27 получается между двойкой и тройкой. Между двойкой и тройкой. Вот и нужно. Значит, нам нужно представить наши корни как 5 в степени. И наши корни будут в нашей степени. Итак, сначала x равно 1, да? x равно 1. Тогда получается логарифм 5,5 в первой должно быть больше, чем логарифм 5,2 и меньше, чем логарифм 5,27. Ну, получается 2, у нас совсем не меньше 1, то есть, это неверно. Неверно. Тогда рассматриваем миксер внутри. Когда у нас получается логарифм 5 в третьей. Что не так? Я запуталась. Пишите в комментариях, что не так. Тут тоже неверно. Так, я поняла, почему это у меня 5 в первой, это 1, это же 5. Это как раз верно. Все, то есть x1 мы будем писать в ответ. Так, а здесь 5 в третьей тоже. Логарифм 2 от 5. Логарифм 27 от 5. И вот это как раз неверно, потому что здесь 2, 125 и 27. Вот это вот неверно. Внимательности у меня не хватает. То есть, пункт А мы пишем 1 и 3, а в пункт Б в ответ мы пишем только один. Вот так. Если вам понравилось, было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. И всем удачи, всем пока. Вы все сможете, все получится у вас. Субтитры сделал DimaTorzok